Как только Путин стал президентом, первой, чем он занялся, стала приватизация Газпрома. Вначале Путин увольняет председателя Совета Директоров и основателя Газпрома Виктора Черномырдина, ставя на его место Медведева, который ни дня не проработал в газовой отрасли. Потом Путин сместил главу Газпрома и ветерана газодобычи Рэма Вяхерева, заменив его на своего коллегу по питерской мэрии Лёшу Миллера. Затем самые ценные активы Газпрома за бесценок стали распределяться в правильные руки. Газпром Банк, Сагаз, Газфонд и Газпром Медиа получил старый друг Путина и сосед подачному кооперативу Озеро Юрий Ковальчук. Главные трубопроводы строительной и бурильной активы Газпрома ушли другу самбисту Ротенбергу. Стройтрансгаз отправился в руки еще одного друга Путина Геннадия Тимченко. А нефтегазово-химический гигант Сибур был отдан Михельсону, который позже перепродал акции компании на сумму 380 миллионов долларов некоему молодому человеку всего за 100 долларов. Звали его Кирилл Шамалов и так совпало, что в это же время он женился на дочери Путина Катерине Тихоновой. Ничего такой свадебный подарок, да?